Ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и, конечно, вакцинация. С наступлением нового эпидсезона эти и другие методы борьбы с распространением инфекции как никогда актуальны. Свою работу по недопущению вспышек заболеваемости ведут и городские службы. Так, например, регулярно подвергаются дезинфекции все выходящие на маршрут автобусы транспорта Верхневолжья. О том, как это происходит, в материале нашей съемочной группы. Чистота, как известно, залог здоровья. В период пандемии коронавируса эта старая поговорка приобретает особую актуальность. Причем вполне применима она и в отношении автобусов транспорта Верхневолжья. Через такую стандартную процедуру проходит каждое транспортное средство, выходящее на линию. На первом этапе автобусы подвергаются помывке. Процесс знаком каждому автовладельцу. Впрочем, из салона зрелище наиболее эффектно. Далее в дело вступают дезинфекторы. Метр за метром, поручень за поручнем, сиденье за сиденьем. Они обрабатывают салон специальным дезинфицирующим средством. В его составе хлор, что помогает бороться с любыми бактериями и вирусами. На одну машину уходит около одного литра жидкости. Работают специалисты быстро и слаженно. На счету каждая минута. Сколько вот так вот день приходит? От семи до десяти. Автобусов? Да. Как рассказывают в Верхневолжском АТП, дезинфекцией подвергаются все выходящие на маршрут автобусы транспорта Верхневолжья. А на конечных остановках водители должны сами обрабатывать салон машины специальным средством. Впрочем, на этом методы борьбы с распространением инфекции на транспортном предприятии не заканчиваются. Помнят здесь и о других санитарно-эпидемиологических требованиях. Все водители, приходя на работу, заступая на смену, проходят медицинский осмотр. Им меряется температура. Все водители обеспечены средствами индивидуальной защиты, масками, дезинфицирующими средствами. Летом на предприятии была организована вакцинация наших сотрудников и членов их семей. Большое внимание в компании «Транспорт Верхневолжья» уделяется и профилактической работе с пассажирами. Так, предприятие регулярно проводит бесплатную раздачу масок в автобусах. Напомним, что на территории региона по-прежнему действует масочный режим, который обязывает тверетян надевать средства индивидуальной защиты, в том числе при проезде в общественном транспорте.